Баскетбольный клуб «Нефтяник» продолжает выступление в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. 14 и 16 декабря в очередном туре на домашней площадке в павильоне «Сибирский нефтяник» амички встретились с командой «Казаночка». Напомним, в прошлом сезоне баскетболистки из Татарстана обошли омских девчонок в турнирной таблице и заняли третье место. Ну и разумеется, в этом противостоянии болельщики нашей команды ждали от «Нефтяника» только победы. В первой встрече амичкам удалось обыграть «Казаночку» со счетом 79-78. Во второй, к сожалению, «Нефтяник» уступил, проиграв концовку встречи 64-69. Сказалась невысокая реализация моментов и штрафных бросков. Ко всему прочему, причиной стала и травма капитана команды Аллы Юрлагиной, которая пропустила этот матч. Мы, конечно, расстроены по этому поводу. Команда «Казань» была после вчерашней игры более мобилизована, потому что потерпели вчера поражение. Но все равно мы сражались, старались, концовка немного не удалась. Ну, будем надеяться, что в следующем полугодии возьмем реванш «Казани». Сейчас пока у нас явных нет таких, как было. Ну, выделяется Наталья Рыжкова, которая сейчас мы пробуем на первого номера. Сами видели, она сегодня достаточно уверена, там сыграла и хорошие отдавала передачи. В принципе, результативно. Я даже не могу сказать, чего не хватает. Видимо, в конце нам не хватило удачи. И соперники выиграли на фоллах, которых было у них четыре. Они пробивали нам, а мы не могли тем же воспользоваться. Действительно, судя по результатам, стабильности в игре команды пока не наблюдается. Об этом можно судить также по результатам следующего тура с пензенской командой «Юность». В первой встрече «Амичкам» удалось обойти соперниц лишь с минимальным отрывом – 70-69. Во второй хозяйке уступили – 63-81. Очередные матчи «Нефтяник» проведет на выезде с 14 по 15 января против одного из аутсайдеров чемпионата – Кропоткинской Кубани. Если чемпионат женской баскетбольной суперлиги в самом разгаре, то первенство России среди мужских команд первой лиги, в котором заявлен омский БК-17-16, было открыто 16 декабря. На стартовый тур зонального этапа в Омск приехали клубы из Красноярска, Прокопьевска, Томска и Новосибирска. Всем этим командам Сибирского федерального округа на предварительном этапе предстоит провести четыре тура. И по результатам в общероссийский финал выйдет одна команда. В первый же игровой день омский клуб обыграл новосибирский юниор. Днем позже наши баскетболисты в упорной борьбе с томичами также одержали заслуженную победу. Как, впрочем, и с Красноярским – СФУ-1. Тренер хорошо настроил нас. Мы просто на своей площадке играли, на Омске. Ребята молодые, но чувствуют их желание, рвение, за каждый мяч побороться. Все ветераны уже не играли больше года ни в каких практических соревнованиях. Единственное, мы съездили на Кубок Реши в Томск. Но это было уже довольно-таки давно. В таком составе команда у нас собралась, можно сказать, не так давно. Поэтому к нам прибавился Макс Староверов и прибавился Илья Ягонин. Я считаю, нормально сыграли. Главное – победить. Матчи очередного тура БК-17-16 проведет в Новосибирске в феврале следующего года.